Вот отлично! Всем привет! С вами на связи компания Даркстон. И сегодня небольшой каминг-аут. Обожаю свою работу, ребят, обожаю. Она все время разная. Вот сейчас у меня похоже на драм-кружок. Иногда похоже на головоломку. Иногда похоже на детский сад. И это как раз тогда, уважаемые подписчики, когда мы разбираем рекламации. Вот сегодня подгорело немножко. Расскажем про вот как не надо делать, ребят. Вот у нас, смотрите, появился клиент. Заказал у нас токарную обработку каленого вала. Вал диаметром целых 12 мм. Заказал обработку фаски две резьбы. Сделали, отправили. Ну и посыпались рекламацией. Знаете, какая была первая? У вас, говорит, у вас в счете написано, что вы сделаете жесткую упаковку доска, и я получил товар, примотанный к доске. А я-то думал, вы сделаете коробку. Да что ты, черт побери, такое несешь? Какую коробку? Написано доска. Значит, будет доска. Но это ладно, действительно, это мелочь. Может быть, там какое-то недопонимание. Но тут поступила более серьезная претензия, которая заключается в том, что фаска на валу сделана не по чертежу. На чертеже фаска 0,2 мм, а мы с одной стороны сделали 0,4 мм. Что, в принципе, возможно. Я вам даже больше скажу, там, наверное, и угол не 45 градусов, как на чертеже, а немного другой. Фаска не та. А, нет, еще, как бы, ладно, фаска, фаска, ладно. Глубина резьбы не соблюдена. На чертеже глубина резьбы такая вот. А в реальности она отличается. И представьте себе, даже где-то на миллиметр, а то и больше. Токари нас смотрят интересно. Хотелось бы в комментариях от вас какой-то комментарий получить. Все, кто занимается токарным мастерством, очень хотелось бы от вас услышать, как бы вы отнеслись к такой претензии. Ну и последнее. Александр, клиент вы наш дорогой. Собственно говоря, мы получили от вас вал. Вы вернули его, сказав, что самая главная, естественно, проблема в том, что он не попадает в размер. Токарь негодяй намазал его клеем, нарастил. А так-то он просадил его на целый миллиметр. Мы приняли это к сведению, попросили за наш счет прислать вал. Мы его получили. Александр, это ваш вал. Тут даже следы клея есть, мы его очистили. Теперь он вообще должен не попасть ни в какой размер. Берем штангенциркуль, сжимаем. Можно подкрутить, можно не подкрутить. Ваш размер 204, без малейших допусков. Что можно здесь увидеть? 200, вот 4, немножко в сторону. Тын-тын-тын. 203,7. Без допусков на такой размер вы можете посмотреть ГОСТ. Мы более чем попали. Чем вы его мерили, я понятия не имею. Вы утверждаете, что штангенциркулем. Мне кажется, вы просто рулетку приложили. Вот штангенциркуль. Он ежедневно используется десятком раз, токарем. Можно считать, что он прошел многократную проверку и проходит ежедневно. Хотелось бы тоже посмотреть, как вы мерили этот вал. Не надо так, господа. Не надо. Изучайте стандарты. Ставьте допуски. Оговаривайте реальную необходимость выдержания фаски 0,2. Фаска имеет функциональное назначение, безопасность. Размер ее никак не влияет на использование изделия. И предъявлять претензии, что мы ее сделали 0,4 миллиметра, а не 0,2. Но это за пределами добра и зла. Да, токарь вручную. Раз, и не стал ее снимать. Может, нам еще под этот его снимать каждый раз. И под инструментальный микроскоп класть, что фаску все блестит. Для этого нужно какие-то условия. Мы должны-то заложить цену. Вы заплатили за этот вал бешеные 250 рублей. Да, я понимаю, что, наверное, мы должны были бы раз пять снять с токарного станка, положить под мискороскоп. Но вот мы не сделали. Вы уж нас, простите. В следующий раз мы будем это иметь в виду. Ребят, не надо так. Но имейте в виду, что это все стоит времени. Это наше время, ваши деньги. И они все должны, ну, они, знаете, как уравнение. Слева ваши деньги, справа наше время. Мы стараемся вот в эти деньги вложить максимальное качество. То, что вы хотите выпросить в этот, как его, скидку. Ну, вы заранее скажите, что мы хотим скидку. Может быть, мы заранее договоримся, вот бесей ты возни. Насчет фасок. Да разве это мой заказ? Надумал ты шутить? Ведь ни одну из них нельзя и на нос нацепить. Ну, вторая рекламация тоже очень забавная. Знаете, какая? Я купил у вас редуктор. А он сделан точно по чертежу. А на чертеже у вас входной фланец один, а выходной не точно такой же. Вот он другой. Входной на 57 миллиметров на шаговый двигатель. А выход на 60 миллиметров такой, как у серого мотора. А я думал, что будет подшаговый двигатель. Я думал, я не знаю, что он, я вот, все, я не знаю, что человек думал. На входе один, на выходе другой. На чертеже все тютелька в тютельку. Человек купил за 20 тысяч устройство, даже не стал вообще вникать. Естественно, виноват Даркстон. Он что сделал? Он сделал редуктор. Точно по чертежу. А должны были предупредить, что входной фланец и выходной, они разные. Прямо вот сказать. Ну, наверное, да, наверное, должны были. Потом, наверное, надо будет предупреждать, что не сушите кошек в микроволновках. Да, горячий кофе на себя не проливайте, несуйте пальцы в розетку, не ешьте с земли, не разговаривайте с незнакомцами и так далее. Немножко от детского сада есть. Ребята, изучайте чертежи, изучайте чертежи, изучайте стандарты. Ну, это надо. И тогда вы не будете заказывать резьбу М5 на 0,75 в каленом валу. Мы на вас рассчитываем. Мы стараемся и надеемся, что вы тоже немножко постараетесь, когда будете размещать заказ на нечто более сложное, чем часы, трусы и батарейки. Спасибо за внимание. Но ты же сам того хотел. Теперь ворчишь, чудак. Больших семь шапок из овцы. Не выкроешь никак. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...